Ребятки, всем добрый вечер! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами Нина. Вован. И Вован. Ребятки, у нас сегодня шикарнейший ужин. Все приготовили собственными руками. Ну, кроме колбасы. Но часть колбасы приготовили мы сами. У нас, смотрите, вот такой вкусный зельц. Это практически как колбаса. Ну, у некоторых как студень, зельц. Ну, это зельц называется. Это зельц, да, это называется. Это вот, посмотрите, в прошлом выпуске мы делали. Очень вкусно, из рульки. Шикарный получился рецепт. Очень, блин, мы попробовали. Очень вкусно. Вот. Сейчас будем с горчичкой. Плюс, смотрите, у нас наши вот медальоны из свиной вырезки в беконе. Вот я отварила еще макарошки пти-тим. Вот, сделала нарезочку. Кстати, порезал новый сыр. Он с паприкой. Очень, кстати, вкусный. Обычный, без плесени. Прошу заметить. Вот. Не плесневелый. Нет, не плесневелый. Он, кстати, очень вкусный. Вот. Вот, в общем, давайте пробовать. Мы немножечко уже попробовали. Вкусно получилось. Холодец у нас еще пока застывает, потому что там побольше было бульона. Вот. Ну, соответственно, ему нужно больше времени, да, чтобы он встал. Его позже поставили. Ну да, его плюс позже поставили. То есть мы сначала как бы разобрались с Зильцем, а уже потом все остальное. Всем приятного аппетита. Сам кушает. Да. Мы прям расстарались. Мне, кстати, очень понравился рецепт. Действительно, из двух рулик сколько всего получилось. Что тебе надо? А, Настя, прошу. Мы уже друг друга без слов понимаем, да? Как-то так получается, да. Я прям боялась, что он не встанет. Лядерный, да? Да. Я, кстати, боялась, что он не встанет. Нет, встал. А смысл в том, что здесь вот практически одно мясо. Кто встал? Ну, в смысле не застынет. Да. Нет, отлично все. Но, знаете, вот какие-то вот... Ты сказал, что кто-то не встал. Короче. Вов. Нет, то, что я бы посоветовала. То, что я, ну, в принципе, в следующий раз можно сделать. Можно сделать его чуть-чуть поострее. То есть добавить туда, например, красный перец. Да? Вот Вовчик предложил. Можно чуть побольше черного перца добавить. Либо черного, либо красного. Да, либо черного и красного. Ну, чтобы он был чуть-чуть поострее. И я бы, честно, на самом деле, в него бы добавила еще лишний половничек. Чтобы он был такой менее плотный. Потому что он очень плотный получился такой прям. Он должен был быть такой. Такой должен быть, да? Мне просто нравится, который, ну, более такой. Больше вот этой желешки. С дрожалкой, да? Угу. Но тем не менее. Все отлично. Мясо, кстати, у нас классное. Медальюны. Я боялась, что он будет сухой. Нет, ничего. Мягенько. Бекончик сделал свое дело. Да. Бекон реально сделал свое дело. И не дал высохнуть. Смотрите, какой зелец получился. В разрезе. Видите, одно мясо. У нас сплошное мясо. Вот такое делал. У нас сплошное мясо. Угу. Вот видите? Да. Делалось очень просто. Но, правда, долго времени. Подолго. Долго по времени. А вали долго. Да. Это вкусно. В принципе, рулька стоит недорого. В магазине. У нас, например, в магазине с паре. Где-то по 150, по-моему, я врала. 146. 146, да. Где-то вообще по 100 рублей есть. Слышно. Это у нас считать из двух рулик. Один огромный садок холодца. Вот. И вот зельце сделали. Либо можно было сделать где-то 2 или 3 зельца. Три. Ну, мы сделали то, и то. То есть нам очень не хотелось выведывать... Там бы три вышло. Да? Три? Да. Ну, таких вот, как я делал, формочка, да? Угу. Нам просто очень не хотелось выливать этот бульон. Ну, кстати, я бульону сейчас ставил. Я говорю, во-вторых, хоть дрожалка потом будет. В чем? Коль мне ее потом есть. Я не принадлежь, ничего. Убрал ложку ешь. Горчичкой раз, как, потом ешь. Кстати, для суставов хорошо. Да, да, да. И полезно. Да, для меня как раз. Он просто даже не ожидал. У меня отец все идет. Вот, у меня одна девушка, Любовь, спрашивала, как делать холодец. Любушка, весь прикол там, чтобы... И делать его из косточки, мне кажется. Смысл в том, чтобы чем меньше вот этого бульона, а чем больше мяса, тем быстрее оно встает. Нет. Да. Вот если не получается делать холодец, классический, сделай зельц. Тоже вкусно. И зато, вот смотри, вот, три часа в холодильнике, и он вообще как это... Весь прикол не... И не блин в этом. Такой классный. Если просто одно мясо будет, он не застынет. Да? Весь прикол в чем? Бульоник. Рулька из чего у нас? А, из, ну, кожи, а жир. Вот именно, что там, кожа. Да. Кожа, кстати, действительно, она выступает, как я... Причем, прошу заметить, у нас вообще без желатина это все дело. Да. Прям кожа почти не видно. Вот вы видите кожу? Нет. Я не вижу. А она здесь есть. Ну, вкусно получается. Из горчичек-то вообще классно, да? Да, он сейчас в холодильник... Холодильник будет тоже очень вкусный. Там жира будет много. Да, он жирный такой. Нужно будет снимать. Мы сейчас погуляли. Ну, вот и холодильник. Прям вообще. Минус 20. Что-то так резко. Из плюса в минус. Уже 17. Кстати, классно у тебя получилось вырезка. Мне даже вот этот рецепт больше понравился, чем вот ты делал с горчицей. Она менее такая сухая получается. Потому что, видать, из-за этого, из бекона, да? Ну, да. Угу. И плюс они как порционные уже в точке. Мастерство, но подсвежь. Только мы так делали это, говядину. Да. И запекали. Мы обжарили на гриле. Сначала с всех сторон. Там были именно брусочки. Вот такие. Угу. Обжариваются с всех сторон. Угу. Там обматываешь так же. Затем. Закончиком. Да. Угу. Причем, два бекона берешь. Угу. Так что вот такой. Угу. Обматываешь. Потом что, обжариваешь на гриле. Угу. Со всех сторон. Причем. Потом ложь на продвень. И вдруг. И в конвектомат на полчаса. Кстати, соус отличный. Так что гайна. Гайна дольше готовится. Угу. Просетник. Смотри. Соус, кстати, вот этот горчичный, мы нужно отличный. Согласен? Да. Потом. Я не знаю, как там барбекю. Но вот этот горчичный. Ну, барбекю. Тоже отличный. Это томатный соус, как бы. Да? Только острый. Угу. Какой более такой этот. Отличный. Томатный. С специями и острый. Питаемся, как в ресторане, ребят. Просто, как в ресторане. Вот такие вот медальоны, это действительно ресторанное блюдо. А вот это вот, смотрите, дешево, просто и вкусно. Вот. Готовьте по нашим начинкам. Да. Вот что значит это. У меня руки хорошие. Первый раз готовила, и все получилось. Все шикарно. А, бывает, люди... А, вот, Ловчик сегодня рассказал. Что-то там девушка попросила мужа отварить, сделать это, щи, по-моему, да? С курицей. С курицей, да? Да. А теперь ей страшно есть. Угу. Это еще. Почему? Так, что он взял красный капуст. Сварил с красной капустой. Естественно, вся курица красилась в какой-то цвет непонятный. Угу. А теперь она боится ее есть. Потому что она и зеленого цвета. Бывает так. Там, это кто-то в медаль пишет. На динозав... Динозавр... 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 Динозаврятина? Да, да, да. Интересно. Надо готовить приготовить. Не знаю. Мне кажется, на самом деле, действительно, все рецепты есть в интернете. Вот, если у тебя руки нежзопы растут, извините, вооружение. Ну, вот, сложно, столь, добавить вот так, 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 так. Я вот просто не понимаю, когда люди они имеют. Нет, просто надо лень готовить. Иногда в рецептах пишут такие слова, что тот, кто не в курсе, что это такое. Да? Пассеруем, например, да? Да. Не поймут, что это такое вообще. Ну, надо все терминологи тоже нужно знать. То есть, какие-то навыки должны быть, прежде чем готовить что-то. Хорошо. Больше не будем покупать в Авану холодец, потому что, слушай, он очень дорогой. Мы покупаем этот холодец. Ну, кстати, там тоже очень много мяса. То есть, такой же здесь получается, только там чуть поменьше. Чуть побольше воды. Да? Вот это бульончик. Это вообще-то холодец. Да. Но вообще смысл в том, что мы вот такой вот кусочек покупаем. Сколько там? 200 грамм? Да. 200 грамм? А мы берем за 200 рублей. Ребят, ну это вообще перебор. Мы рульку купили. Сколько? 300 рублей. 2 килограмма. Сварили. У нас один огромный зельс на килограмм получился. Еще он сколько холодца, целый садок. Это же вообще выгодно. Вот только время вот свое тратишь на него. Ну, это вот мой первый раз. Это плюс съемка. То есть, ну, много времени занимает. То есть, тут подсняла, там подсняла. А так, если делать, в принципе, нормально. Все. И по разу. А еще, если в 6 суток встать, то к обеду будет готово. Ничего сложного. Я просто раньше, знаете, сама никогда не делала холодец. У нас обычно все отец делал. Он обычно покупал для журнала. В скроварке. Угу. Угу. А так вот в кастрюльке просто творить. Большинство делают для блин чего? Почему? На берегу друт говядину и брощатину. Почему? Отлечу бы, да. Вот как ты думаешь? Не знаю. Расскажи. Вообще, очень много этого в косте в суставах, которые полезны. Жидкость для суставов, говядинки. Ну и плюс не очень жирный будет. Потому что свинина белина, в рот меньше. Ах, у меня блин такой жирный был. Вот так вот. Вот в основном. Из-за чего. Не-не-не. Мм? Паршютные цветочки кушаешь? Мм. Все вкусно и приятно. Ммм. Прям божественно. Воробровы. Они испортили. Я вчера, короче, это, ела сыр. Вот этот вонючий. Говорит, хватит воздух портить. Я говорю, я не портила. Говорит, хватит портить. Я говорю, ну, понюхай-то сыр. И Антон, как это? Чё? Спортил весь воздух. Я тебе сказал, не порти воздух. Слушайте, вот смотрите. Вот он уже сколько? Полчаса у нас уже стоит. Теплый. Теплый вместе. А видите, он такой вот, такой, жига-дрыга. Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Шикарный. Надо горчички побольше. Чего-то мало. Добавь. Давай, давай. Добавь, давай. Добавь, давай. Прям как это, медом так еще. Да. О, мы сейчас еще, знаете, что мы купили? Мы купили мороженое. Хочу мороженое. У нас там как раз, ну, мы взяли обычный пломбир, вот. А у нас там есть еще этот... 48 копеек. Да, 48 копеек. Если бы. Классно. Причем с двух рулик так мяса много, да? Прям вообще нормально. Рульки-то баши вообще-то были. Ну, они сколько? Килограмм 200. Они маленькие. Шикарно. Абшу. Получилось просто балдежно. Тяно вкусно. А он, говорит, немножко не для соленого, а на мой вкус в самый раз. То есть, вот горчички добавляешь и достаточно всего. Чтобы не пересолить. По сути, вот ложка соли у себя пришла. Девчонки, мотайте на ус. Признаюсь, рецепт не мой, но... Найти хорошо, это тоже, понимаешь? Главное, спривести. Да. Так же. Я как это, знаешь, копии рисую. Из тампы. Дай-ка еще кусочка. Тут пока болтала, он уже весь ячистил. Большой семье. А ты, кстати, сколько порезала? Три где-то? Да, он уже приличный кусочек-то остался. Плавен. Угу. Очень вкусно. Мне понравилось. А ты говоришь, кожа, кожа не раздирается. Нормально все. Все хорошо. Все балдежно. Я говорю, я побольше добавила бы перца. Вот насчет красного я бы поспорила. А что? Ну, не знаю, мне кажется, как-то будет прибор. Там блин красного на такую пизейку. Чеснока я еще побольше бы добавила. На блингольчике, на жарах красного чили добавила. Нормально. И вообще можно взять сушенный стручок чили. И за час, когда до убавляешь, да. Прямо туда кинут. Такую путейку. И все, и, боже, не надо перцем. Все никакого. До убавляйте он будет прям... Отлично вообще. Закривалось. Причем, видите, мы его не пробивали через блендер. И получается, как он рубленный, да. Для вот куски мяса. Лучше колбасы. Вилка его. Угу. Разребание. Тык-дык-дык. Порубали. Угу. 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 Еще как тебе сыр. Вкусный? Угу. Руль на май. Здесь можно. Кушай. Радость моя. Все, мам. Я считаю себя сегодня молодец. Я, конечно, хозяйка плохая. Готовить не умею. Но когда плохое вдохновение... Хе-хе-хе-хе. Когда, вот, как девушка говорила. Будет яичка и кожа, готовит дурочка. Такими хорошими продуктами грех не это. Я целый день вокруг этого бульона прыгала. Всю пеночку, наверное, 10 раз поснимала. Все вот эти вот сгусточки все. Я же прям, вот, как это, орлица над ним кружилась. Сгусточков не было, туда можно было еще и морковку добавить. Был прям прозрать, не прозрать. Ну, кстати, да, как вариант. Можно. Ну, мы первый раз делали, по сути, там, если будем в следующий раз делать, то уже какие-то будут свои нюансы. То есть ты уже будешь знать. Я тебе говорю, ну, чтобы готовить, это именно так, а не в скороварке лучше. Ну, да. Вот плюс у нас кастрюля такая хорошая. Где-то титровая. Где-то в мультиварке. Там же можно готовить. В общем, мы все новогодние блюда переделали. Даже холодец. То есть все успели. Все смогли. За полтора месяца, конечно. За полтора месяца, да. Кто-то делает за один раз, да. Теперь вопрос. Сколько заплатят? Афигная. В принципе, получается, за полтора месяца тебе должны заплатить, да? Мы должны заплатить декабрь за 11 дней, за январь полный, 31 день. И за февраль, 5 дней. Это же вроде говоря, по ковиду там платят полностью. Должны, да. Ну, там же как, 3 дня платит фирма, то есть предприятие, а все остальное из фонда. И первые три дня, да. А остальные из фонда социального страхования. Вот так вот. Понятно. В принципе, как сейчас там это пишут на госслугу, можешь это все поглядеть в личном кабинете ТСС. Сколько тебе должны заплатить. Фонд социального страхования? Да. А что ты пытался там зайти, наверное, не получилось? Там личный кабинет нужно делать сначала. Да. Только... А там его нужно, наверное, подтверждать? Ну, естественно. Ну, я так думаю, там или через госслуги как-то, или ничего. Нужно поглядеть просто. Ради интересно, сколько... Там сколько написано, и... Один в десятом числе? В десятом числе, да, там ли? В десятом числе. В десятом. Десятого должны. Ради интересно, сколько... То есть, Олегу, вот, ну, считай, уже сколько? А мы заплатили уже? Уже две, блин, недели там работа, а нифига ничего. А, зачем? Да, он же первый это отвез, так и из больнички вышел, он через три дня катался туда, отвез. Потому что, когда я снил, он мне сказали, что Олег уже был, так называют. Привозил больничный, а потом, когда я пришел, он это, электронный, это отдал, последний, когда его выписали. Все ясно. Ну, сколько заплатят, сколько заплатят. Пока. Видишь? Как мы сказали, он уже в десятом числе. Ну, ты вылечился, хоть чувствуешь себя нормально. Если бы не одно «но», которое всех бесит. Какое? Было бы все нормально. А, потеешь то, что ли? Как конь потеешь. Ну, это да. Реально. Причем именно вот вечером. Ночью, да. Вот ни с того, ни с всего, блин, какое-то усилие, ну и, блин, все. И потом долго-долго, и это хрен остановит. На тебя завтра посречь. На принципе, завтра ничего готовить надо? Надо. А что готовить так? На работу мне. Там курица есть. Есть и вот эти вот бочоночки. Хочешь, мне ноги плавить, да? Да. Две ноги. И два бочоночка. Че, тебе мало, что ли? Конечно, мало. На целый день ты. Ты же два приема делаешь. Угу. Ну. И целый садок макаронок. И все? Ну, от фруктов возьмешь. Как стандартно, как ты делал. И все. А что тебе еще? А где мой обычный оливье? Какой? Может, ели вот сегодня? Балечку. Да бери их хладить еще кто-нибудь будет. Кто-то тебе не дает, кто-то хладит. У меня тухнуть будет. Господи. Жадина. Вон железку бери. Жадина. Бышь ложкой. Жадина сказка сказал бы. Куча еды, как будто сам не может взять. Зажала. Так и скажи. Не верьте ему. Он врет. Он все врет. Зажала, зажала. Паршюты. Последняя твоя. Вот твой сыр. Моя, так моя. Э. Иначе моя. Будет моя. Да нет, вкусный сыр, кстати говоря, очень хороший. Я не поняла, только он с вялеными помидорами или с паприкой? Нет, это по помидорке. Ну, вкусно в любом случае. Там еще козья есть. Есть вот игрушка. И еще торчика один есть. Опять вонючий, да? Торчик, да. Там еще козий тоже вонючий. Он тоже там видно, что такое подплесневый. Вкусный. А там есть куриный. Это куриный. Да, еще куриный сыр, да? Говя. Это что-то интересное. Молочный. А куриный, да? Говяший. Там коробка нарисована. А ты ничего не путаешь? Ну, может он курочка? Нет. Или петушок? Свинка там рисовала. Свинной. Как-то. Ладно, моя хорошая. Всем любимым, я целую. Всем до завтра. Последний день завтра, Вовчик. И все. Уходят на целый день, на целые сутки. Мальчика дома не будет. Как он там? Будет переживать. Голодный, не голодный. Надо ему завтра тележку с собой собирать. Работу туда, еды. Да. Ага, две. Два портигара. Это, это. Холодца тело и садочек. Вот, видите, садочек приготовила. Холодца на работу. Да, да, да. Это я его и есть и буду. Только целый день. Целые сутки буду. Ешь. Боже, мне ничего не надо. Тебе ничего не надо? Банку горчицы с собой возьми. Нет, вот этого хватит. И хлебушка. Да, и полбуханки хлеба. Да, да, да. Как тебе обед. Да. Ладно. Не, ну а что там? Мясо с бульоном. Так-то и неплохо. Ладно. Всех любим, всех целуем. Завтра будем утром резать холодец. Посмотрим, что у нас получилось. Как раз он за ночь хорошенечко застыет. На сегодня у нас все. Всех любим, всех целуем. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok